Восемьдесят третий театральный сезон Еще одно событие, связанное с этим открытием, это небольшой мини-юбилей. Фестиваль Гома Люденс, десятый по счету, тоже открыл свою работу. И открыл он, слава Богу, очень важным для Николаева событием. Это пьесой «Самотняя леди» Киевского государственного театра имени Ивана Франко. Ну, я вот предлагаю моим гостям, которые сейчас присутствуют здесь, это Василий Васильевич Неволов, председатель жюри этого фестиваля. Второй председатель жюри Павел Москалев, это альтернативное жюри. Ну, и наша Мариночка Васильева, заведующая литературной частью актрисы. Марина, давайте мы вместе проведем эту небольшую передачу. Я знаете, что предлагаю сделать? Вот мы никогда так еще не делали на телевидении, да? Обычно после премьеры в газетах появляются рецензии. Так? Здесь на телевидении никогда еще не было рецензии на спектакль. А спектакль, он достоин того, чтобы о нем критики, которые и вы сами по себе и есть, но каким-то образом, хоть кратко, но разобрали этот спектакль. Но обычно в театре после премьеры еще будут спектакли. А здесь приехали из Киева, дали один спектакль, и все окажется. Какой смысл вдогонку давать рецензию? Но мы снимали на телевидении этот спектакль. Будет телевизионная адаптация, очень, я надеюсь, нормальная. И мы оповестим телевизионных зрителей о том, когда будет показ этого спектакля. Поэтому давайте разговаривать сегодня и о фестивале. Но в основном об этом спектакле. Пожалуйста. По одному слову, и мы пойдем дальше. Скажите, Василий Васильевич. Будь ласка, хорошее слово вам сказать. Да. Я радий вас бачить. Потому что встречаемся мы завжди на фестивальных экрессах, и я уже в десяте на вашем. Так что я неодминный якийсь атрибут вашего фестиваля, и цему дуже тишусь. Для меня очень дорогая эта вистава «Самотня леди», потому что я был инициатором ее создания в Национальном театре Ивана Франка, и переклав ее українською мовою Игоря Афанасьева. Но дело в том, что мы там использовали практически только скелет сам цієї пьесы, хит его, а напомнили життям видатной украинской актрисы. В 89 лет не приховывает Галина Гиляревна своего века. В 65 лет она работает на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франка. Только на сцене этого театра. А взагалі распочала в 7 років, то в ней 82 роки сцинічного стажа. Василий Васильевич, давайте посмотрим первый отрывок, и от него толкнемся, и будем говорить дальше. Хорошо? Будь ласка. Пожалуйста. О, не ваша гула. О, така галвань. Вот же мы все-таки знаем правила хорошего тону. Просто лінуємось, дотримуватись здесь. Ну, прошу вас, сідайте. Я вже теж сидаю. Отільки ви знаєте, замість жду, краще сказати очікуй. Очікуй. Ну, не соромтеся, не соромтеся. І не звертайте увагу на оці мою занудність. Занудність. Прошу вас, прошу вас. Ось печиво, цукерки, цитрина, лимон. По-вашому, прошу, приверчайтеся. Будь ласка. А цукру немає? Знаєте, я солодкий, люблю чай, а цукру? Ой, 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 ой. Выпочьте. Выпочьте, я вам. Я себе не дозволяю, я солодку дому забула. Забула, але цукру в мене є, чайно. А ясно можна, щоб в домі не було цукру. Прошу вас. Так, засідай. Дуже вдячний. Так, ой, 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 ой. Так, смачного вам. Ось, я же вам кажусь. Печемо, цукру. А ви? Ні-ні-ні, я так пізно собі не дозволяю. Сава, сава, отже, сава. І в яких же справах ви приїхали до столиці? Хто я? Ви, ви. Я за хвилиною слави. Що? Ви жартуєте. Ну, як можна поставити перед собою таку банальну мету? Навіщо вам слава? Ні, ви не поняли. Є така передача на телебачення. Таланти твої України. І я хочу хвилину слави в цій програмі. Ах, ой, вибачте, ой, 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 ой. А я, я чомусь подумала, що ви графоман. Що ви пишете. Ні-ні, я не з графів. Я взагалі з дитячого притулку. Ви знаєте, я хочу, от, небольший акцент зробити, знаєте, на чому? На те, що от мене кажуться, і давненько кажуться, що наші українські театри, не має значення, як русські чи українські, але грішат, знаєте, чим? Ось так грішат вони тим, що актёри со сцены кричат. Понимаєте? Ось бігають, ногами крепко вот так вот біють. Вроде бы, этим у них показывають, ну, які-то емоції через, вот, внешні. Вот я был настолько порадован, как эти двоя играли в этом спектакле. Вони говорили на сцені точно так же, як вони говорили би у себе, где-то в комнаті, вдвоєм. В зале стояла грабовая тишина. Я радувався тому, що ще не осень, не було кашля, ніхто не був простужен. І все було слышно. Я прав, Линя? Звичайно, прав. Це дуже висока майстерність. Не будем забувати, що це головна драматична сцена країни, національний, академічний, де зібрані кращі сили. В даній сцені, яку ми щойно дивилися, це народна артистка України, лауреат багатьох дуже премій, три ордени княгині Ольги, у Галини Гілярівни Яблонської. І скільки років, ось бачите, на сценічного досвіду. Ясне діло, що це позначилось на всіх її роботах, і в тому числі на данні, яку ми дивилися. Тим більше «Самотня леді» – це бенефісна вистава, вистава, яка для неї була створена спеціально, власне. І вона свою долю, свої емоції накоплені продовжиття творчого, а воно насичене, густе і таке соковите, вона вилила це в свою виставу «Самотня леді». Її, по-моєму, гідним партнером виступає заслужений артист України, Олександр Печериця, талановитий молодий актор, ну, вже, власне, середнього покоління, але те, як вони добре спілкуються, як іде чудовий о той діалог, коли пітелічка, кричочок, пітелічок, кричочок, як добре іде спілкування, це показник, звичайно, високої майстерності і гарного, хорошого підходу до... Смотрим іще один отримок, будь ласка. Сміються, плачуть солові і б'ють піснями груди «Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде». «Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде». Шерстить в траві струмок воркоче, «Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає?» «Цілуй, цілуй, 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 цілуй її, знов молодість не буде». «Цілуй, цілуй, 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 знов молодість не буде». «Цілуй, цілуй, 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 цілуй. Ура при сторонних мужчинах! У нас концерт на замовлення! Ваш вихід, маэстро! Тобе совсем плохо, держите! Мне совсем добре, мне никогда не было так добре, как сейчас! Боже, какое счастье! Какое счастье, что я рискнула вам отчините двери! Так! Ты что вообще тут делаешь? Ты где взялся? Что у вас за дивный манер, мадам? Макмозик, до речи! Пробачьте, я не знал! Вероня! Вероня, как бы ты чула! Как бы ты чула! Жонки почуття, какая тут пройдет! Тихого на меня! Мой знакомый, слюсер, сказал бы... Такого базы, что аж крич не звонит! Ну вот, режиссер Петра Иченко, конечно, мог бы поставить микрофоны под эту песню, правда же? Мог бы даже фонограмму записать, так хорошенечко организовать, чтобы это звучало как в «Х-факторе». Но он этого не сделало. Вероятно, он это добился чего-то, а не правда, Павлик? Виктор Данилович, нужно говорить о том, что у себя на родине, в Киеве, актеры театра имени Ивана Яковлевича Франко, именно этот спектакль работают на малой академической, на камерной сцене. Поэтому на протяжении всей работы это высокий талант для артистов, которые приехали в город Николаев, без репетиции работали на новой для себя площадке, которая, естественно, больше по размеру, чем предложена в Киеве. В таких обстоятельствах они настолько профессионально справились, они искали на протяжении всего спектакля, трио, которое было на сцене, естественно, искало какие-то выразительные формы для того, чтобы работать со зрителем. После окончания, когда мы общались во время обсуждения, что является традиционной формой, Галина Яблонская сказала, что зритель очень своеобразный, и он реагировал на все посылы, которые были даны всеми тремя артистами. Я вот все-таки здесь должен сказать, ну, закон критики, Василий Васильевич, вы знаете, что прежде чем критиковать по-настоящему, говорить о недостатках, надо сказать, найти даже в плохом спектакле хорошее, правда же? А потом, ну уж, пожалуйста, но критиковать, как, ну я не знаю, доказательное. Все-таки вот мне показалось, что актриса, которая играет Веру, да, она вот, ну, не с этого ансамбля. Зрозумите, в чём у справа. Выставище Сроки – это достаточно великий термин для того, чтобы могла змениться физичная форма актрисы. Когда Анастасия Добриняна начинала эту выставу, это была свежая, молодая актриса. Сейчас дещо физичная форма изменилась, и ясно, что это… Но, видно, что это… Но, верно, что это… Но, когда мы говорим о сцене, она позволяет это делать на экране, на телевизионном экране, ясно дело, что уже трошечки мы помечаем какие-то… Ты видишь, что мы приучены сейчас, да, приучены до того, что иде адекватность векова, обовязково в театре. Джуллета, так вона таки, Джуллета молода, щера, 16-17 лет, так, как она мает быть, не так, как колись было в старом театре, когда это была проведена актриса, которая уже за 40, а вона еще играла. И другая вещь. Мы не говорим, что Игорь Афанасьев створил достаточно досконалую драматургическую пьесу. Игорь Афанасьев, выстава, выстава была сделана для Яблонской, и ее окресли, ее показать, потому что это, правда, тот диамант театру Ивана Франка, на который можно равняться. И того Анастасии не хватило трошки и драматургического материала для того, чтобы выявить себя трохи инше. Ну и ваши закиды я бы особисто принял, потому что я их поделяю. Ну а сейчас смотрим еще один отрывок в подтверждение ваших слов. Я, чем берегла душу свою, а чем загадала про свой народ на захмарных вершинах султанского унтя, народы мои, простые. Прости, что не смогла сделать тебе добра всемогутненько и без силы до распачки. Прости, что не смогла вырвать из этого воли на волю, на волю. Но что воля, когда у души немае вины, своею телу на чужую не прийму никогда, когда, как и осталось, раз половина между двумя святами, залетите, подлетите, полетите, лебедя мои, лебедято, извините меня на крылята, полетите в Украину, вот тут я, вентуги, загыну, заброшу. Браво! Ну вот, здесь получается и по пьесе, и по спектаклю, что героиня, актриса, и спектакль в спектакле получается так, да? Марина, оцените, пожалуйста, вот сейчас работу. Вы знаете, о чем хочется сказать? Хочется сказать в первую очередь о том, что определена очень высокая планка нашего фестиваля этим театром. То, что мы открывали фестиваль именно национальным театром, то, что мы открывали фестиваль, посвященный Ивану Яковлевичу Франко, театром Франко, это для театра большая честь. Это очень большая честь для фестиваля. И то, что такая актриса с таким потрясающим потенциалом, с таким мастерством, в таком уважаемом возрасте предстала перед нами на сцене, это, вы знаете, вот у меня, как у актрисы, просто нет слов. Молодое поколение для нас это мастер-класс. То есть мы сидели, смотрели, и мы понимали, к чему нужно стремиться и как нужно работать. То есть это просто прекрасно. Подтвердение ваших слов и еще один отрывок. Захищали его своё суспільное становище, Боже, я к ненавицу этих фаризеев, брехунів, лицевірів. А ты, Антосю, адже заради тебе я покинула багато дедуця, его маєток, и пішла, пішла за тобой на бедность, на метарство. Та поки ми були разом, наше кохання, наші турботи про дітей були моим найдорожчим скарбом. А от ты пішов на цю гляту, ну, я диткнула тебя, здійснула життям. Не вистачало коштей, не вистачало коштей. Всі твои друзі відвернулись від мене. Один, один був, який запропонував мені свою допомогу, але плата за ту допомогу була надто страшною для мене. Я не могла її прийняти. Що мені лишалося робити? Та я вкопилася за той спосіб. Мені лишалося тільки загинути з дітьми в свитнях. Я вкопилася за той спосіб, який підказала мені ця мадам. Я стала її компаньонкою. Я отримала те, що бажала, гроші. Але все це я робила заради нас. Заради нашого домашнього вогнища, наших дітей. І ти мене засучуєш. Та поглянь, поглянь до вкола, як створюється шалені багатства ціною страждань, нужди. Добавляємо, Маріна. Фестиваль посвіщен 160-летію со дня рождения Івана Яковлевичу Франку. І в цьому спектаклю тільки що ви посмотріли отримок іменно із произведення Франко «Біля домашнього вогнища». Тобто, таким образом, із цей сторони був представлен Франко на фестивальі в рамках цього спектакля. Роксолана, це... Павла Загребельного. Павла Загребельного. Пожалуйста, Маріна. І, опять же, хочеться поблагодарити Василь Васильовича Неволова. І він дуже активно в формуванні репертуарів фестиваля. І іменно багато йому ми посмотріли такий потрясаний спектакль і увиділи у нас на сцені таку потрясаючу актрису. Спасибо вам большое. Власне. Василь Васильович, я бы хотел вообще... Вам всегда хорошие слова говорят, але я ще не говорив. Мене хочеться каким-то образом провести параллель между вами і Галиной Яплодськой. Не в возрасте, боже, сохрани. Я говорю о профессионалізме у вас как критика, а я как актриса. Можно я скажу? Извините. Мы могли увидеть этих легендарных людей вдвоём на сцене нашего театра во время фестиваля как раз после этого спектакля, когда состоялась такая творческая встреча бенефисная актрисы со зрителями, которые посмотрели спектакль. И Василий Васильевич вёл этот бенефис и принимал участие потрясающий дуэт двух людей, которые горят сердцем, которые любят театр, которые приехали, чтобы пообщаться вот так близко с Николаем Васильевичем. И, между прочим, я обратил внимание, сейчас Василий Васильевич, она впервые взяла микрофон на этом обсуждении. А вы таки говорили без микрофона, и вы говорили, как всегда, спокойно, выдержанно и разумно, и вас было слышно. Да, Павлик, пожалуйста. Хотел сказать, что в этом году, кроме того, что юбилей, десятый юбилейный фестиваль «Хома Люденс», проходит в этом году еще один небольшой юбилей. Это пять лет, как работает альтернативная жюри, журналистская, которая в этом году несколько поменялась. К нам вошли несколько новых профессиональных членов в состав нашей команды. И вот, после спектакля «Самотняя леди» мы имели возможность, опять-таки, благодаря Василию Васильевичу, пообщаться непосредственно со всеми тремя исполнителями и, собственно, с Галиной Яблонской. Мы, каждый из нас, высказал свои какие-то пожелания. То, что мы увидели во время процесса, во время этого спектакля. Естественно, что были какие-то пожелания, в хорошем смысле этого слова, пожелания, и все трое актеров очень спокойно приняли то, что, те пожелания, которые высказывают и основное, и альтернативное журналистское жюри. Но я бы не стал разделять. Хочу сказать, что третий год подряд я на фестивале, так вот, благодаря Василию Васильевичу Неволову, который создает такую атмосферу единой команды, работает и основное, альтернативное все вместе. Пожалуйста, еще один отрывок. Так, признавший, напевно, не подумаю. Куда? Куда ты пьедешь, детенок? на творе глупа ночь. Мы с Вероной разделемо ложа в моем склепе, а ты влаштовуйся тут. Вероня, поспелишь тут в Саве? Я не Сава. Я Сергей. А если ты не Сава, если ты не Сава, то может, ты не зло, хотя? Нет. Я с Виннички. С Виннички? Вероня, ты чуешь? Так мы с ним шесть земляки. Винничка, рідный край, запрягайте, хлопцы кони, кони-вороні, Ай поїдем доганяти літа молоді, Ой догнали ж літа молоді на кленовьем мості, На добрані ціплячі, Ой, верніться ж літа молоді, Хоч до мене в гості. Ну, вот таким большим событием начался наш фестиваль «Вома Люденес». Наша передача заканчивается, но я бы хотел, чтобы мы точно таким же образом смотрели все остальные спектакли, точно таким же образом их обсуждали, объективно, как вы, дорогие мои, умеете это делать. Спасибо вам, до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова